добрый день уважаемые дамы и господа напомню вы слушаете радио народная волна на частоте 1430 м 99 1 10 fm на нашем веб-сайте radio nbc . com и конечно же на нашем канале в youtube канал так и называется радио nbc со мной в студии анатолий червец меня зовут сергей зацепин и сегодня мы поговорим о предстоящих выборах проходящих выборах в украине для этого я пригласил моего старого старого друга игоря боки и только потому что он родом из украины а потому что он занимает активную гражданскую позицию я думаю что с том что происходит в украине он знает наверное лучше чем некоторые украинцы которые сейчас там живут потому что он действительно очень активно принимает участие в общественной жизни только канады где он сейчас живет но и украины игорь добрый день здравствуй все присутствующие студии добрый день и я конечно же хочу поприветствовать всех наших радиослушателей которые скорее всего будут активно принимать участие наши передачи более объявленные телефоны и скорее всего один телефон нашего открытого эфира еще раз напомню знаешь когда я сейчас буду называть этот телефон как-то мурашки по шкуре не один раз ты его оглашал в эфире и еще раз себе позволю это снова сделать 847 400 5200 ты сказал что прошли выборы нет выборы еще не прошли прошел только первый тур наших президентских выборов и второй должен состояться 21 апреля после объявления результатов экзит пола 31 марта а именно в эту дату состоялся первый тур нынешний президент пётр порошенко дал пресс-конференцию на которой отметил что перед вторым туром выборов должны пройти дебаты кандидатов кроме того петиции о дебатах кандидатов были зарегистрированы на сайтах парламента и президента в свою очередь в штабе владимира зеленского который вышел вместе с нынешним президентом во второй тур а ответили что готовы к дебатам кроме того 3 марта владимир зеленский опубликовал в социальных сетях ролик с обращением к порошенко ну по моему мнению какой-то такой своего рода шантаж был и уже это знаешь политтехнология которая связана в первую очередь с телевизором она немножечко начинает уже ну перехлёстывать все возможные и невозможные рамки нормальной политической конкуренции так вот в этой небольшой такой знаешь более чем в одной минуте программе этого ролика было обращение к порошенко зеленский заявил что готов к дебатам но предложил провести их на национальном спортивном комплексе олимпийский в киеве он также отметил что перед дебатами кандидаты должны пройти медобследованиях что кстати сегодня и было сделано в 7 и в 9 утра соответственно зеленским и нынешним президентом правда президент прошел по полной программе так сказать медицинское свидетельство не а зеленский только сдал кровь кровь и знаешь это тоже один из элементов который ну не нужен это просто знаешь превращается в какой-то такой фарс по моему мнению нам бы лучше бы потенциальным избирателям или тем людям которые не могут быть избирателями но внимательно следят за всеми перебятиями которые происходят в украине нам бы лучше их послушать нам бы лучше узнать что они предлагают и может быть кому-то покаяться в каких-то грехах и сказать что будет что-то исправлено и будет намного лучше следующий период его правления но вот вот эти вот шаги они просто не украшают и я думаю что пол мира уже смеется над этими вещами когда публично сдаются анализы кандидатами президента но слава богу показали хотя бы как они сдают кровь а не остальные виды но я сейчас не буду говорить о каких видах в нашем прямом эфире зеленский также отметил что перед дебатами кроме того что они должны пройти мед освидетельствования в конце концов они должны выбрать и место так вот еще раз повторю зеленский сказал о стадионе но согласно закону украине это должно происходить конечно не в каком-то общественном месте я думаю что каждый из вас присутствующих сейчас в студии может себе даже и не представить как должно бы это все происходить на трибунах должны сидеть люди а во всяком случае олимпийский стадион может разместить до 80 тысяч человек как им закрыть всем рот что нужно какая-то проверка сторонников или каких-то людей которые против одного из кандидатов как это должно все быть во всяком случае когда мы смотрим американские или французские теледебаты находятся журналисты находятся политологи находятся люди которые могут задать вопрос и провести какой-то перекрестный опрос а вот на стадионе но это украинское ноу-хау никому конечно же не нужно и зеленский также добавил что ждет что порошенко назовет и его конце концов кандидатом президенты дал ему 24 часа чтобы ответить на его предложение порошенко вчера ответил и сказал ну как хочешь хочешь на стадионе значит будет на стадионе но после публикации ролика зеленского на идею проведения дебатов на стадионе отреагировали и в нск и как сообщили пресс-службе олимпийского они не получали никаких обращений от кандидатов но в случае получения этих заявок они будут рассмотрены также на обращение зеленского отреагировала нардеп от блока партии порошенко мирона ионова которая считает что порошенко не будет проводить конечно же дебаты на стадионе хотя существует закон о выборах президента украины который обозначает что теперь дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между семью и десятью часами вечера в прямом эфире напомню нашим радиослушателям такие знаете скупые цифры первого тура выборов он состоялся 31 марта в этом году накануне голосования социологи опубликовали результаты соцопросов которых лидером президентской гонки был зеленский с поддержкой около 30 процентов избирателей лидерство зеленского подтвердили и экзит полы которые проводились непосредственно в день голосования вместе с тем за второе место в рейтинге долгое время боролись и пётр порошенко и юлия тимошенко в последних социологических опросах обнародованных накануне выборов второе место было за порошенко и вот как раз по результатам и экзит пола он также занял второе место кстати еще не обработаны все сто процентов бюллетене только 99 и 99 сотых и центральная избирательная комиссия не огласила еще официально результатах первого тура ну я думаю что ни у кого сомнений нет и на сегодняшний день после обработки еще раз повторю 99 процентов и 99 сотых 30 целых и 24 сотых процента набрал зеленский владимир почти 16 процентов набрал порошенко и 11 целых и 67 сотых набрала прошу прощения 13 целых и 4 десятых набрала юлия тимошенко у меня сразу же параллельно пока мы еще не переходим к рекламной паузе вопрос к нашим радиослушателям которые живут непосредственно в чикаго и которые принимали участие в работе избирательной комиссии в качестве членов этой комиссии а может быть даже были и наблюдатели сколько было зарегистрировано в генеральном консульстве канады потенциальных избирателей сколько пришло непосредственно на избирательный участок и чем объяснить я знаю что скорее всего догадывает что слушателями нашего сегодняшнего радиоэфира есть люди которые отдавали и отдают до сегодняшнего дня свои симпатии всеукраинскому объединению свобода и к сожалению их в первую очередь лидер который был выдвинут кандидаты в президенты кашулинский набрал довольно таки мало очень мало и все вроде бы прогрессивно все вроде бы национально и все вроде бы как правильно но вот что то не срабатывает хотелось бы услышать и их мнение ну и после окончания голосования я уже говорил что согласно украинскому законодательству после первого тура должен состояться второй тур во второй тур вышли еще раз напомню зеленский и порошенко и отметим что решение о дебатах принимается после объявления центральная избирательная комиссия окончательных результатов голосования и официальное объявление о проведении второго тура дебаты кандидатов президенты уже проводились в украине уже есть такой прецедент в 1994 году между леонидом кравчуком и леонидом кучмой и в 2004 году между виктором ющенко и виктором януковичем 2010 году они должны были состояться между виктором януковичем и юлии тимошенко но янукович на них не пришел чем ты не пришел но это уже как говорится история кроме того дебаты должны транслироваться на первом национальном канале национальной телекомпании украины и первом канале национальных радиокомпаний украины а также на других каналах и согласно закону кандидаты должны участвовать в дебатах лично если кто-то из кандидатов отказывается выделенное время предоставляется какому-то либо другому кандидату для проведения предвыборной агитации организации дебатов должен занимать должна заниматься заниматься национальная телекомпания украины вот так коротко с какими-то определенными скупыми цифрами по поводу того как состоялся первый тур наших президентских выборов напомню что по моему мнению это для многих политических сил разгоночная площадка накануне выборов в верховную раду которые должны состояться 28 октября этого же года и те же бывшие представители партии регионов а напомню что юрий бойко один из представителей этой политической силы расколовшийся кстати претендует на то чтобы зайти с довольно таки серьезной фракции по количеству в верховную раду кроме всего прочего нашим радиослушателям напомню что украина это парламентская президентская республика и основную роль вроде бы как и должны исполнять народные депутаты законодательные в первую очередь и утверждение кадровые после подачи президента в кандидатур а это и министр обороны это и министр иностранных дел и генеральный прокурор и начальник сбу они все равно как депутаты как парламентской республики должны проходить через так сказать призму рассмотрения этих кандидатур так как и что касается премьер-министра украины но вот наша знаете такая славянская черта все-таки иметь возле себя одного какого-то руководителя каких-то странах это чуть ли не цари и боги в нашей стране слава богу такого нету потому что существует определенный баланс между президентской властью и парламентской властью кроме всего прочего есть еще две власти это власти средств массовой информации и с судебная власть но это из другой оперы и многие вещи которые сегодня ставятся в вину нынешнему президенту порошенко они абсолютно не отвечают тем функциональным обязанностям что должен был исполнять пётр алексеевич это и цены на газ это высокие тарифы допустим на коммунальные услуги это низкие пенсии это низкие зарплаты это тот момент что касается отъезда большого количества людей в связи с тем что нет работы все таки нужно было бы нам украинцам научиться в этом отношении распределять определенные обязанности и раскладывать яйца ответственности в разные корзины потому что еще раз повторю за какие-то вопросы отвечает верховный совет верховная рада украина под ответственное многие моменты что касается в первую очередь экономической жизни и борьбы с коррупцией это кабинет министра украины ну а президентская власть я уже охарактеризовал какие основные моменты вы знаете каждый день действительно отдаю большое количество времени своего личного для того чтобы просмотреть что что печатают что говорят что показывает средства массовой информации в украине и за рубежом и сделал для себя определенный такой вывод что наиболее трезво и наиболее так сказать оптимально все таки высказывается женская часть нашего общества человеческого общества я сегодня попробую в какой-то мере если будет возможность и процитировать забушка есть такая чудесная писательница и публицистка оксана забушка которая очень четко и очень емко в одной из своих статей сказала о политтехнологии телетрансляции благодаря которой владимир зеленский оказался во втором туре в качестве лидера и в какой-то мере согласен с мнением елены приговой которая на веб-сайте под названием наш дом тоже высказала свое мнение по поводу того что мы сейчас украинцы находимся в каком-то состоянии с одной стороны кто приверженец петра алексеевича порошенко нынешнего президента каком-то состоянии такого знаете разочарование ну а есть и волна очарованности в первую очередь я говорю в этом случае уже о тех людях которые отдали свои голоса напомню это более чем 30 процентов за владимира александровича зеленского как то еще так язык у меня не поворачивается называть его по отчеству но может быть и придется кто его знает какие будут результаты второго тура выборов и по мнению многих оппонентов именно зеленского этот очередной выбор отбрасывает нашу страну украину туда откуда она попыталась выбраться и могу согласиться с еленой дело том что наследие прошлого давит первый президент напомню нашим радиослушателям это секретарь коммунистической партии достал голову под развалинами советского союза и отдал ее хозяйственнику резко разбогатевшему на тех же развалинах перераспределением когда-то общего наследия я сейчас говорю о леониде кучи третьим оказался безвольный главбух с романтической душой пасечника и тоже помню 2004 год какие были ожидания какие были были настроения как и можно было иметь рейтинг около 70 процентов и так это фактически через полгода разбазарить отдать продать я даже не знаю какие еще глаголы употреблять через запятую и именно ему 2004 году действительно поверили все разочаровавшиеся к тому времени граждане страны майданом оранжевым привели мечтатели как мы сейчас уже можем говорить честно и откровенно к власти и было у нас в истории украинской президентской власти триумфальное возвращение уголовника дважды судимого и результат плодотворной и неуемной политики объединения исторически разделенного и на крови майдана получивший президентство олигарх ставший пятым главой независимой страны пятым но к сожалению пока не отличником когда выбрали пять лет назад порошенко можно было только предположить что рейтинг любви на 180 градусов повернется в сторону ненависти так уже к сожалению или к счастью случалось не раз политические пристрастия в украине предсказуемо непредсказуемое как всегда может быть даже лучше хуже чем что-то другое как бесконечная дорога в поиске новизны и недоверия к этому испробованы ну и я от себя допустим лично могу в очередной раз поздравить украину с выборами прошедшими по всем законам демократического общества были конечно определенные нарушения но они есть в каждой стране и вчера буквально будем говорить несколько дней тому неделю тому назад мир наблюдал за спокойной победой демократии мне в свое время посчастливилось быть избранным в 2012 году в 2014 году в качестве долгосрочного наблюдателя от правительства канады и все свои три миссии я отработал в донецке в донецкой области и напомню что в этом году канада тоже из своего государственного бюджета на долгосрочные миссии по наблюдениям за выборами президента а в этом году кстати миссия начала работать 11 февраля и закончит 28 апреля то есть через неделю после проведения второго тура выборов президента довольно таки серьезная сумма выделена из бюджета 25 миллионов долларов на две этих миссии которые еще напомню состоится у нас выборы верховную раду украины и одна из таких долгосрочных миссий приедет в определенный опыт кто ментально может понять как происходят выборы в украине на что нужно обратить внимание но соблюдена была канадским правительством квота по поводу того что из разных провинций из разных территорий должны приехать наблюдатели люди должны представлять разные этнические группы даже в начале когда организовывалась вся эта миссия выдвигалась условия что человек даже имея канадский паспорт не должен быть рожден в украине но мы сразу это так сказать дискриминационный этот момент убрали и попробовали так чтобы он не работал и знаете еще раз повторю есть определенные моменты что касается всех перипетий которые происходят но по моему мнению все таки президентские выборы в первую очередь это выборы что касается подготовки к парламентским выборам все таки они по моему мнению будут иметь намного больший вес на более такой знаете момент что касается но важности для украины кстати незадолго до того как были объявлены экзит полы владимир зеленский прибыл свой предвыборный штаб он стоял за столом для пинг-понга и сыграл партию с украинским журналистом независимо от того выиграет или он проиграет он обещал им интервью перед старым тур и это тоже был своего рода такой знаете телевизионный момент под названием как сказала в своей статье оксана забушка который напоминает просто промывку телевизионную мозгу можно даже провести определенную такую аналогию я думаю что люди в возрасте сорока пятидесяти шестидесяти лет которые сейчас являются слушателями нашей передачи нашего радио включения помнят отправляясь в отпуск приходя на пляж то ли алубки то ли ялты то ли сочи вот такие вот стенды в которых было сделан вырез и где можно было бы вставить голову чтобы сделать какую-то фотографию на фоне какой-то пальмы на фоне какой-то волны на фоне каких-то дельфинов плещущихся в этой волне и пришел такой момент когда вот на этом полотне и были какие-то там надписи что порошенко закончи войну порошенко где наши пенсии порошенко а почему у нас люди так без бедно живут и вот эти вопросы крититизма конце концов потом преображаются в такую картинку когда в этом отверстие для головы появляется голова зеленского и я вам скажу откровенно зеленский же когда объявил то что он идет на выборы в ночь 31 декабря на 1 января подготовка то было уже проводилось течение как минимум трех лет сначала выхода первого блока сериала слуга народа это была интересная картинка он говорил то что хотели люди услышать он говорил очень правильно его герой голобородька это учитель который волей судьбы оказался президентом страны первым человеком этой страны вот и все люди многие люди которые хотели что-то увидеть что-то хотели узнать и представить себе такого руководителя каким он мог бы быть действительно увидели в нем именно такого президента по моему мнению просто сработал эффект телевизора эффект определенного зомбирования и знаете многие положительные моменты что касается работы президента порошенко а это и безвиз для украинцев которые сейчас могут путешествовать по европе хотя опять же говорят что это минус благодаря этому безвизу миллионы людей оказались за пределами украины и на законных незаконных основаниях просто пересекают кордон границы и стараются оказаться в первую очередь европейских странах но почему-то знаете опускается и планка оценки что касается ассоциации с европейским союзом а такой момент который действительно должен сплотить украинскую нацию как вера вера в бога вера всевышнюю силу и объединяющий момент именно с одной церковью украинской церковью православной украинской церковью и когда был привезен томас над которым работали многие годы это тоже было к сожалению висмина тем самым зеленским в своих шоу 95 квартала когда он томас обозвал термосом когда допустим делая какие-то гряжные шуточки по поводу украины называл ее вот такой продажной девкой похожей на героиню из каких-то немецких фильмов для взрослых когда в то время студенты и люди неравнодушные к судьбе страны находились на майдане он позволял себе шуточки по поводу таких кийков беркутов полоскавших головы и спины тела и убивавших украинцев рассказывать что лучше бы это были бы какие-то эбонитовые палочки и был бы какой-то толк хотя бы электроэнергию можно было бы вырабатывать но еще раз повторю зеленский действительно провел нетрадиционную избирательную кампанию он избегал интервью с украинскими и зарубежными средствами массовой информации не появлялся в журналистских программах и не слишком много рассказывал о своей президентской программе он практически не вкладывал деньги в такую знаете классическую политическую рекламу которой мы привыкли участие в ток-шоу бигборды на улицах какие-то афиши люди политологи которые ходят бродят из одного ток-шоу на другое из одного телеканала на другой телеканал хотя по мнению многих действительно все мы понимаем кто является его работодателями кто укладывает эти деньги но деньги эти были вложены вот в эти телесериалы которых говорил и в те программы девяносто пятого квартала в который в течение последних двух лет превратился в политическое шоу такого юмористически саркастического плана и финансировал конечно же плюсы то есть телеканалы 1 плюс 1 и 2 плюс 2 мы прекрасно знаем олигарх коломойский и без его разрешения без его позволения конечно бы такие бы программы не хоть не выходили бы в эфир зная как игорь валерьевич контролирует все эти моменты мы должны остановиться у нас обязательства перед нашими рекламодателями поэтому сделаем паузу послушаем объявление после чего вернемся обязательно продолжим и я надеюсь что к разговору подключаться радиослушатели и те которые слушают нас прямом эфире те кто смотрит наблюдают нас в youtube и ваши вопросы и ваши комментарии приветствуются ну а пока реклама прощавайте хлопцы и дозо канады и 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